Обожаю просто сидеть за столом, а чувствую себя, как в передаче «Пока все дома» очамелые ручки. Всем привет! Я Марина. А это Аня. Аня. И это наш канал Twin Stories. Мы сегодня посвятили серию создания обуви. Есть очень много вопросов, когда на сайте пишется производитель, обувь производится в Китае. Все думают, что мы просто ездим на закупки и как байеры выбираем готовую обувь, и поэтому произведена она в Китае. На самом деле это не так. Мы хотим рассказать, что мы сами производим обувь на китайских фабриках, сами выбираем цвета, материалы, сами придумываем модели. И разрабатываем колодки. А Аня еще расскажет сегодня, как ухаживать за замшевой обувью. И не только, и за кожаной. Лайфайки будут? Да, будут обязательно. Обожаю твои лайфайки. Потому что предыдущую серию я смотрела с кожей, и некоторые моменты я, честно говоря, для себя открыла. Поэтому нам... Вазелин. Сегодня вазелина не будет. Помните, мы были в Китае на фабрике обувной. И там мы не смогли вам показать всю обувь. Не сможем все записать, мы же должны оставить что-то в секрете. Самое топо купить в 40-градусную жару меховые ботиночки. Ну, знаете, у нас Катя, которая занимается направлением пуховиков, тестирует летом пуховики в офисе. И кашемировые платья. Ой, какой он теплый. Теперь мы вам сможем ее показать. Сейчас минутка рекламной паузы. Потому что вся обувь, которую мы заказывали в Китае, из той серии, еще летней, она теперь на сайте. Вы можете ее посмотреть. И не только посмотреть, но и купить. Поэтому заходите здесь по ссылке в раздел обуви. Да? Да. И смотрите нашу обширную коллекцию. Обещанное видео с гардеробом Марины все-таки будет? Все-таки пока нет. Я в процессе переезда в Екатеринбург. У меня сейчас там 55 коробок на потолке. И пока они все стоят в таком вот хаосе. И я сама пока в хаосе. Не хочется везти в гардероб, где одни коробки. Хочется... Ну, можем, кстати, полазать в коробках. Заодно я разберу вещи. Вместе с Пьером. Все пообещала, что ли? Нет, пока ничего не обещаю. Ответила, главное. Ответить не обещать. У нас есть аналитика. И там есть все варианты моделей, которые хорошо продавались в предыдущий сезон. Прихожу к Ане и говорю, Ань, мы хотим вот такой ботинок. Давай сделаем. Как сделаем, я не знаю. Но я знаю точно, какой ботинок мы хотим. Анина задача собрать все мои желания по полочкам. И чтобы получился вот такой ботинок в правильной колодке. Правильно говорю? Ну, почти что. Моя задача сделать его красивым, актуальным, чтобы он сочетался с текущей коллекцией Твеллстори, с верхней одеждой, со средним слоем. Анина задача сделать ее носибельной и комфортной, удобной. И чтобы она могла долго эксплуатироваться нашими покупателями. Вот правильно. Мы всегда за casual обувь удобную. Летняя, возможно, на каблуке. Зиму мы не делаем на каблуке, потому что зимой все женщины переходят на более комфортную, удобную одежду. Более теплую, более функциональную. Ну и, знаете, снег под ногами, хочется не на каблуках скользить, а все-таки на удобном. Ну, мы выбрали такие универсальные модели для зимы, которые очень хорошо вписались в нашу текущую коллекцию с учетом верхней одежды, нашего трикотажа и всех остальных наших моделей. У всех вопрос, почему вы делаете светлую подошву. Мое мнение, темная подошва для бабушек. Реально. Она такая страшная, она такая некрасивая. И во всех магазинах, когда, например, я в поисках какой-то зимней обуви, всегда почему-то попадаются страшные сапоги, страшные ботинки на черной подошве. Потому что все говорят, что вот, в метро, там зимой грязь и так далее. Неправда. Подошва светлая, хорошо, легко чистится. Не нужно бояться просто. Поэтому мы решили в своей коллекции сделать только светлую подошву. Еще и даже белую. Да. А и обратите внимание, что в нашей коллекции совсем мало встречается именно черный цвет обуви. Мы хотим показать нашим покупателям, что зимняя обувь, осенняя обувь может быть совершенно разных цветов. В том числе и светло-серая, и бежевая, и песочная. Главное просто за такой обуви правильно ухаживать. О чем я чуть позже расскажу. Да-да-да. Здесь, мне кажется, все понятно. Очень удобная обувь. Где-то под трикотажные костюмчики. Где-то, например, под трикотажный костюм с юбкой. Этот с брюками. Разные высоты. Да. С джинсами. Это вот без меха вариант. Это с меха вариант на более толстой подошве. Кто говорит, что на тонкой у него мерзнет нога. Мы сделали вот такую толстую подошву. Здесь подошва абсолютно не скользит. Ни одна не скользит подошва. Мы это тоже здесь продумали, когда разрабатывали эту модель. Но это не значит, что надо идти на лед открытый и пытаться там ее тестировать. Мы говорим сейчас об условиях эксплуатации, конечно, в городской среде. Такой момент в производстве обуви мы учитываем, чтобы подошва не скользила. Как ее легко помыть. За уходом, расскажет Аня. И модели мы выбираем все разные для того, чтобы каждый мог выбрать себе ту модель, которая нравится. Потому что есть вот высокая модель, она с юбкой идеально подойдет. Либо с леггинсами. Есть более короткая модель с трикотажными трениками, там, кашемировыми. Добрый день, Ирина и Марина. Вы очень часто вдохновляетесь дизайнером Селин. Но вчера Эдди Слиман продемонстрировал новую коллекцию. И многие говорят, что теперь Селин – это Сен-Лоран номер два. Какое ваше впечатление о показе? То же самое. Хотелось сохранить стиль Селин, а мы получили второй Сен-Лоран. Ну, Слиман, он и есть Сен-Лоран. Теперь будем искать второй Селин в каком-нибудь другом месте. Нет, будем ждать, когда Фиби выпустит свою марку или перейдет в какой-то новый бренд. Да, ну вот у меня было впечатление, что когда дизайнер переходит в какой-то модный дом, он должен сохранить и свое мироощущение, да, внести. И сохранить в этом дизайнерском доме ту базу, которая уже была создана многими годами. Поэтому мне казалось, что Эдди Слиман придет и внесет что-то свое. Она сохранит вот это вот ДНК марки Селин. Но оказалось, что не сохранила. И сделал второй Сен-Лоран. Поэтому мы все грустим и ждем, когда Фиби сделает что-то другое. Ничего мы не ждем, просто живем дальше. Чего ждать? Почему я жду? Смотрите, какая у нас большая палитра. Вот здесь самое страшное. Когда Анна зовет меня на собрание и говорит, так, нам нужно выбрать цвета, я говорю, я не хочу выбирать цвета, потому что всегда очень сложно. Мы вообще с сестрой очень чувствительны на цвета. Эту чувствительность, кстати, китайцы не воспринимают. Да, расскажи. Когда Марина говорит, Ань, нам нужен, значит, светло-бежевый, вот такой вот. И мы нарезаем 10 кусочков, к примеру, да, отправляем, то есть ждем от них вариант. Они нам присылают один кусок. Бежевый. Бежевый. Моя Марина говорит, Ань, я же хотела вот светло-бежевый, вот с таким-то нюансом и так далее. То есть, ну, так как мы сейчас уже на самом деле работаем не первый сезон, и нашли уже, в принципе, свои фабрики, которые нашли. И вот они нам, мы каждый раз, приходя на фабрику, говорим, нам нужна палитра. Каждый сезон они нам присылают эти палитры многочисленные. На каждый материал, заметьте, то есть это на замшу, на ноутбук, на кожу, то есть на разные материалы, при том вот эта палитра на замшу, это не единственная. Еще плюс, например, когда мы выбираем в палитре оттенок вот такой, в натяжке обуви, например, вот с одеждой, я почему и говорю, что очень сложно работать с обувью, потому что в натяжке с обувью цвет может чуть-чуть растянуться и быть светлее на тон. А так как я уже говорила, что мы чувствительные на тона, на полутона, мне очень важно, чтобы вот как здесь он получился именно на ботинке такой же, поэтому мы всегда чуть-чуть выбираем темнее. Здесь вот прям самая сложная работа это с цветом, поэтому когда выходит такое большое разнообразие, я всегда улыбаюсь, говорю, блин, вот это круто. Да, плюс, ну, например, для кого-то вот этот цвет и вот этот цвет, они одинаковые. Для меня это разные полутона. Для китайцев, кстати, они тоже одинаковые. Да, для китайцев это одинаковые цвета. Да, вот сейчас оператор посмотрел, что он тут несет? Одинаковые абсолютно. Оранжевые, он сейчас скажет еще. Мы знаем заранее, что у нас будет вот такого цвета пальто. Мы всегда даем нашим девчонкам, которые покупают, нашим покупательницам, право выбора и легкость выбора, чтобы они смогли, например, подобрать в тон, либо полутон. С акцентом. Да, с акцентом. Либо, чтобы они пришли в один магазин, и у них не было сложности. Так, я вот купила пальто, и как же мне теперь подобрать к ним обувь? Все оттенки полутона совпадают. Вот этот вот пуховик шерстяной. Их несколько оттенков коллекции. У нас есть серый пуховик, он тоже подойдет вот к такому. То есть мы соблюдаем все цветовые оттенки с верхней одеждой и обязательно с обуви. Это самая главная наша задача. Наша задача, чтобы клиент мог себе собрать тот лук полностью. Это очень длительный процесс создания ее обуви и верхней одежды. Коллекцию мы готовим за год, начинаем готовить. И я всегда помню, что в верхней одежде вот такие цвета, Ира помнит, что в обуви вот такие цвета. Поэтому здесь не просто случайный выбор цвета, здесь все продумано, Чтобы вам было легче подобрать себе в одном магазине вещи. Все, я все сказала, я пошла. Помните, мы объявляли конкурс про антитрендов? Было очень много вариантов ответов, но нам понравился самый интересный. Он нам показался развернутым, потому что все прислали просто ответы. А здесь была целая история. Поэтому нам понравилась Лариса, и Лариса получает платье. Когда я была девочкой-подростком, в моды входили прямые миди-юбки с разрезом сбоку. Купить было невозможно, я решила сшить. Сшила из черного вельвета. Модно-трендово. Но мама и мои близкие мне объяснили, что очень молоденькой, очень худенькой девочке этот тренд не подходил. Но я упорно модничала, на меня смотрели. Но один раз мимо меня шел маленький мальчик с мамой. Своей маме он сказал, смотри, какая страшная юбка, черная, длинная, порванная. И все, тренд стал для меня анти-трендом. Больше эту юбку я не надевала. С тех пор мораль для меня такова. Не все, что трендово, надо носить. Очень забавная история. Благодаря вашим многочисленным комментариям и просьбам, я расскажу вам все-все об уходе за нашу обувью из осенне-зимней коллекции. Сразу хочу обратить ваше внимание, что вся наша обувь из осенне-зимней коллекции изготовлена из натуральных материалов. Это замша и это кожа. Зимние модели у нас утеплены натуральным овечьим мехом. Вы, может быть, знаете, что мы на самом деле прописываем и даем рекомендации по уходу за каждой нашей моделью обувью на сайте. Эта информация доступна в разделе «Уход за изделием». А сегодня я постараюсь именно более подробно и более детально рассказать об основных правилах ухода. Во-первых, это влияет на удобство и комфорт эксплуатации. А во-вторых, это возможность избежать каких-либо проблем, деформаций, изменений и возможных возникающих дефектов, которые, соответственно, могут образоваться при неправильном подборе обуви. Также затрону тему, наверное, я сейчас про намазоливание, потому что эта тема является таким краеугольным камнем. Вопрос намазоливания очень крайне важный и достаточно противоречивый по той простой причине, что каждый человек имеет свою уникальную стопу, имеет свою чувствительность кожи и свою степень адаптации к новой обуви. Чтобы просто этот процесс для вас был наименее болезненным, эксплуатируйте обувь не более 2-3 часов в день. То есть новую обувь для того, чтобы адаптация проходила более постепенно. Если вы знаете, что вы чувствительны к новой обуви, то можно сразу воспользоваться всевозможными пенками-растяжителями. И если уже совсем вам сложно привыкать к новой обуви, тогда отнесите их в мастерскую. Но сразу помните, запомните, пожалуйста, что растянуть обувь в длину практически невозможно. В основном всегда речь идет о полноте обуви. То есть если она вам где-то узковата или где-то вот она вам давит на подъем, то вот с этой проблемой вы можете таким образом справиться. Но если она вам мала на размер, то, естественно, здесь вы уже, к сожалению, эту проблему решить никак не сможете, а только купив и подобрав себе корректный и правильный размер. Вы, наверное, сами знаете, что кожа, любой натуральный материал, он, я, кстати, это говорила и в серии про кожные изделия, не любит воду, потому что кожа достаточно быстро может в силу своих свойств впитать в себя воду и просто деформируется. Но нам же надо носить обувь, да, поэтому что мы делаем? Мы должны обработать нашу обувь перед началом эксплуатации пыль и влагозащитным спреем. Сразу говорю, что вам необходимо подобрать спрей в зависимости от материала. Для кожи это будет один спрей, для замшевых изделий и обуви из набука это будет другой спрей. Обрабатываем спреем всю поверхность обуви, внешнюю, и оставляем ее обязательно высыхать на ночь. Такую процедуру лучше повторить где-то 2-3 раза. То есть вот вы обработали, поставили, на следующий день вы можете опять обработать. То есть не пугайтесь, что у вас там за 2-3 раза уйдет весь баллон. Мы этого и добиваемся, потому что именно защита обуви от пыли и влаги, в частности от влаги, поможет вам надолго сохранить ее внешний вид и не испытывать проблем в эксплуатации в зимний период. На самом деле частота обработки зависит от того, с какой периодичностью вы используете обувь. То есть если вы ее носите довольно-таки часто, то лучше эту процедуру повторять, например, раз в неделю и в течение всего периода эксплуатации. И на самом деле это такое, знаете, самое важное правило, которое позволит вам сохранить внешний вид именно осенней и зимней обуви. И избежать всех проблем, связанных с образованием солевых каких-то следов, там, например, деформации замши, которая у вас впитает воду и так далее. Если мы говорим о замше и нубуке, то чтобы очистить обувь от загрязнения, мы должны воспользоваться специальной щеточкой, которая подходит для замши и нубука. Чистить мы должны обувь, запомните, пожалуйста, только в сухом виде. Ни в коем случае не пытайтесь начать чистить мокрую замшу. Вы повредите вот этот верхний слой, который, да, так называемый графитовый вот этот вот велюровый слой. И ваши ворсинки у замши начнут просто сыпаться. Это, к сожалению, уже будет необратимо и как-то спасти уже материал будет практически невозможно. Поэтому дождитесь, пока обувь высохнет. Не надо применять дюжую силу для того, чтобы со стервенением чистить загрязнение. Нет, вы должны достаточно аккуратно это делать. Просто если вы это делаете периодически, то, соответственно, у вас не должно быть сильных загрязнений. А делать это нужно очищать поверхность обуви обязательно периодически. Но если все-таки у вас возникают сильные загрязнения, да, или вы, не дай бог, там, наступили в какую-то грязную, там, лужу или снег или что-то, и все у вас испачкалось, то тут, конечно, лучше всего воспользоваться профессиональными пенками-очистителями. Такие пенки есть, опять же, они есть именно для замшевой и для замши и нубука. Вот, пенки эти достаточно хорошо очищают, и, в принципе, также у вас не должно остаться загрязнений. Обувь с кожаным верхом мы очищаем обычной тряпочкой. Это может быть сухая тряпочка. Если у вас есть какие-то сильные загрязнения, вы можете тряпочку слегка намочить и протереть просто поверхность обуви от пыли и грязи. Категорически нельзя мыть обувь в воде. Замшу вообще это табу. Кожаную обувь тоже, пожалуйста, старайтесь не мыть в воде, потому что, не буду опять повторять, но натуральные материалы не любят. Еще, кстати, такой момент, я, наверное, его забыла вам сказать, но старайтесь все-таки по возможности не эксплуатировать обувь из натуральных материалов кожи, замши, нубука в сильно дождливую погоду. Несколько фишечек лайфхаков вам дам по уведению пятен, которые у вас могут образоваться на замше. А чаще всего это жирные пятна. Один такой самый эффективный, проверенный лично на мне и уже вошедший в массы совет, это очищать жирное пятно с помощью обычной пищевой морской соли. Что вам нужно сделать? Соль крупную нужно разогреть на сковородке, именно чуть-чуть разогреть, не поджигать ее, а разогреть. Взять хлопковую тряпочку, это может быть носовой платок или даже может быть какая-то обычная салфетка и в виде мешочка распределить эту соль на поверхность пятна. Можно подождать какое-то время, если вы видите, что у вас уже салфетка начала загрязняться, соль остывает и пятно исчезло, вы добились своего. Если пятно не полностью ушло, то вам эту процедуру необходимо повторить столько раз до полного исчезновения пятна. Второй способ выведения мука или обычный крахмал. Здесь принцип немножко другой, здесь вам нужно насыпать данное вещество на пятно, попробовать его так достаточно хорошо примять и распределить на поверхности. И выждав 60 минут, стряхнув, вы можете обнаружить, что ваше пятно сразу исчезло. Если нет, то необходимо будет повторять эту процедуру до тех пор, пока пятно, соответственно, не исчезнет. Есть еще, наверное, десяток разных средств, я могу целый день о них рассказывать. Но лучше, если вы оставите свои комментарии, зададите какие-то вопросы, и я смогу вам помочь советом. У нас есть подошва из резины. Вот, такого бежевого цвета. На кедах у нас есть белая подошва из резины. За такой подошвой вы можете ухаживать, на самом деле, протирая и мою ее просто обычным мыльным раствором. Хозяйственным мылом. Я дома мою даже обычным жидким мылом. То есть, главное, не использовать никакие химические агрессивные средства. То есть, обычное мыло хозяйственное. То есть, вы либо можете воду намылить, тазик набрать воды, да, либо это можете просто мылить тряпочку, мочить и очищать подошву. Все это, на самом деле, прекрасно очищается, потому что все это проверено. Я на себе, потому что всю нашу обувь я сама лично тестирую. И по части удобства конструктива, и по части ухода. И поэтому по каждой подошве, по каждому верху могу вам с полной уверенностью сказать, что все наши материалы высокого качества. И если за ними правильно ухаживать, то прослужат они вам достаточно долго. И никаких проблем вы не будете испытывать. Многие считают, что белую подошву вообще ничем очистить нельзя. Ну, конечно, если вы в ней ходили там условно месяц, и она у вас похожа, знаете, на чернозем, то, конечно, очистить ее будет сложно. Здесь лучше, потому что резина уже начнет менять свой цвет. Здесь, конечно, лучше воспользоваться какой-то пенкой профессиональной, да, очищающей. Это вы можете сделать и для обычной подошвы, то есть есть пенки для очищения именно подошвы. Но за белой подошвой, на самом деле, легко ухаживать. Вы можете ее протирать с использованием таких вот мягких очищающих средств. Например, это может быть Pemalux или Sif. То есть это кремообразные очищающие средства. Либо это может быть даже обычный зубной порошок. Я, кстати, вам покажу кеды сейчас. Это из прошлогодней, осенне-зимней коллекции. Посмотрите, какая у них белоснежная подошва. А? Год. Им год. И это одна из моих любимых пар обуви, которую я ношу постоянно. В офисе я их ношу и на улице, и зимой, и так далее. И никаких проблем. То есть, если правильно ухаживать, у вас будут такие же белоснежные кеды. Так, ну что, наша любимая рубрика? Моя. Сколько лишних слов и кривляния? Ну, роза. Вы даже еще не видели полную версию этого ролика. Поэтому это совсем ограниченное количество наших кривляний и лишних слов. Лишние действительно слова могут быть, потому что мы не профессионалы. Я иногда тоже смотрю серию и думаю, боже мой, сколько нужно говорить? И сколько нужно вычеркнуть лишних слов? Ну, здесь нужно учиться. Я согласна. Поэтому будем учиться, а продюсеру нашему скажем, чтобы он лишние слова вырезал. А с кривляниями что будешь делать? А вот с этим не могу поспорить. Здесь нужно только палкой выбивать. В процессе эксплуатации ваша кожаная обувь может потерять блеск. На ней могут образоваться какие-то потертости и так далее. Для того, чтобы обновить цвет, вы можете воспользоваться кремом обувным, подобрав его по цвету. Либо вы можете воспользоваться бесцветным кремом. Тут уже смотря какого эффекта вы хотите добиться. Распределите крем равномерно по поверхности обуви. Вы можете делать это с помощью специальной щетки обувной из натуральной щетины твердой. Дать крему впитаться и далее отполировать, обязательно отполировать верхний слой хлопковой тряпочкой, либо кусочком натурального меха. И вы получите снова блестящую обувь и с определенными защитными свойствами. Потому что каждый крем, он в себе сочетает также и защитные свойства. А потом как раз вы можете обработать обувь спреем. Для замшевой обуви мы используем аэрозоли, которые восстанавливают цвет. Эти аэрозоли у нас подбираются по цвету. Если вам, так как, конечно, у нас палитра цветов очень разнообразная, вы можете пользоваться бесцветным. Но сейчас на самом деле у некоторых марок косметики для обуви представлены очень большие палитры цветов и огромное количество оттенков. И, в принципе, никакого труда подобрать нужный цвет не составит. Распределите спрей, дайте обуви высохнуть и далее обработайте ее пылевлагозащитным. Это прежде всего касается обуви с мехом. То я подразумеваю под словом отдыхать. Как бы вы не любили пару с обувью, какая бы она нелюбимая у вас не была, но носить не снимая обувь нельзя. Обувь из натуральных материалов мы вообще не должны ставить под батарею. Если мы хотим ее, например, высушить, она у нас намокла, и мы решили ее высушить. Категорически запрещено использовать какие-то топительные приборы, избегать прямого воздействия солнечных лучей. Можете убрать ее в шкаф. Как дать обуви отдохнуть? Мы просто ставим обувь, можем туда разместить обувные колодки, которые, кстати, сейчас в широкой продаже, и многие их используют. Если вы не хотите заморачиваться с покупкой обувных колодок, то просто набейте ее бумагой, либо даже используйте те формы, которые были у вас в коробке при покупке. Пару дней она у вас отдохнет, и дальше, пожалуйста, носите с удовольствием. В меховой обуви обязательно вытаскивайте стельку. Если вы не хотите использовать меховую стельку, вы можете постелить, например, обычную, вставить обычную стельку и эксплуатировать таким образом, что наши модели достаточно теплые. Они выдерживают температурный режим до минус 25 градусов, если мы сейчас о мехе говорим, да. Поэтому лучше, конечно, в ноль их не носить, потому что вам будет, наверное, дискомфортно и жарко. Многие используют для просушки обуви электрические колодки специальные, но тут будьте немножко аккуратны, потому что часто использование таких электрических колодок на самом деле наносит вред обуви, а в частности меху. Мех начинает иссыхаться и может начать истончаться и сыпаться. Поэтому лучше все-таки обычным способом, естественно, пусть у вас обувь просушится, отдохнет, набейте ее бумагой или вставьте обычную колодку и дальше уже носите ее с удовольствием. Многие, конечно, считают, что обувь это такой предмет одежды, который там засунул, потом наступил на задник и заморачиваться вообще не надо, с ней ничего не будет, потому что на самом деле нет. Если вы будете постоянно наступать, например, снимая обувь на задник, то вы в скором времени просто его деформируете. Поэтому одевайте обувь, пожалуйста, с ложечкой, снимайте ее, не наступая на задник, а аккуратно помогая рукой. Если у обуви есть какая-то фурнитура, например, вот на моделях со шнурками, то не надо стягивать шнурки. Видите, что может просто произойти, да? У вас может со временем возникнуть деформация верха. Поэтому, правильно подобрав обувь по размеру, вам не нужно будет затягивать шнурки, а всего лишь аккуратно их подтягивать, да, и регулировать по вашему комфорту, по вашим ощущениям. Если у обуви есть декоративная еще фурнитура, у нас есть вот такие вот выносные люверсы внешние в наших новых зимних моделях. Тоже, пожалуйста, старайтесь быть аккуратны, не нужно сильно, хотя они достаточно крепко у нас здесь в конструкции нашей закреплены, но в любом случае, применив определенную недвижую силу, их можно, конечно, вырвать. И ремонт в данном случае будет проблематичен, потому что замуж материал очень пластичный, и просто мы не сможем уже в это место, там будет уже дырка, мы не сможем туда поставить. Поэтому, пожалуйста, опять же, не перетягивайте, не затягивайте. В заключении, на самом деле, конечно, это очень важная тема. Я очень люблю обувь, я ей достаточно давно занимаюсь, и люблю все, что мы создаем, все, что мы делаем. И я считаю, что если вы к вещи относитесь с любовью, заботитесь о ней, бережно к ней относитесь, то она вам прослужит очень долго. И тогда вы будете и сами рады, и не будете испытывать никаких сложностей, не будете обращаться к нам с какими-либо проблемами, а мы будем с удовольствием и дальше делать для вас потрясающие модели, удобные, комфортные и красивые. А у меня для вас есть конкурс. Сразу говорю, что так как я не могу разыгрывать призы, я потому что нематериально ответственное лицо. Приза материального не будет, но зато будет потрясающая возможность провести день в нашем офисе. Это экскурсия по нашему офису, в Wall Stories, где вы увидите изнутри, как проходят многие процессы, я думаю, вы получите огромное удовольствие. И, кстати, попадете обязательно к нам в блог. Поэтому не пустите возможность, условия конкурса такие. Расскажите о какой-либо паре обуви в вашей жизни, которую вы купили, но она не подходила ни к чему в вашем гардеробе. И вы просто не знали, с чем ее носить, как ее выгулить, какой-то толук с ней составить. Но при этом вот она вам настолько нравилась. Поэтому давайте вперед. Обязательно пишите истории, оставляйте свои комментарии. Жмите лайки, да, ставьте колокольчики. Я тоже сейчас все это делаю, поэтому подписывайтесь на канал, да. Всем пока. Носите обувь с удовольствием. А сейчас по традиции мудрость от нашего сотрудника. Привет. Заинтересованный Иван. Всем привет. Меня зовут Женя. И моя мудрость. Работаю, не трогай. Хотела обратить ваше внимание, что вы можете ознакомиться с правилами и инструкцией по уходу за каждой моделью нашей обуви на нашем сайте. Это доступно в карточке товара. То есть вы заходите в интересующую вас модель и там находите просто необходимое для вас меню. Есть уход за изделием. Открываете. И там, в принципе, достаточно емко представлена информация. То есть какие-то такие самые основные правила ухода там прописаны. Редактор субтитров А.Семкин